Дорогие друзья, как уролог и как сексолог, я часто сталкиваюсь с такими пациентами, которые приходят на прием, я говорю, когда был последний половой акт, они говорят, два года назад, пять лет назад или десять лет назад. Вот, ну и я смотрю, там мужчине может быть там 35 лет, 40 лет, 50 лет. Ну, короче говоря, это явно сексуально активный возраст. И у меня возникает совершенно естественный и закономерный вопрос, а куда он девает возбуждение и куда он девает свою потребность, если у него последний акт там был 10 лет назад или даже два года назад, куда он девает, да? Есть у него возбуждение? Есть. Чем? Потресть, но нечем помахать. Вот, и тогда задаются вопросы, а где он этим машет, да, где он реализует это свое возбуждение? Ну, и как взрослый человек, как профессионал, как специалист, который понимает, да, что он свое это половое влечение, ну, явно как-то реализует, но не партнерским способом, я задаю закономерный вопрос, да, мастурбация, когда была последний раз, может быть, случайные связи, может быть, какие-то салоны посещаете и так далее. И тут начинается, да-да, конечно, два раза в день, там каждый день, столько раз в неделю и так далее. И тут выясняется, оказывается, что половая жизнь есть у всех, но не у всех она есть в партнерском виде. То, что не является половой жизнью с партнером, называется сексуальными суррогатами. Мы с вами уже говорили в другом видео на тему, что сексуальная функция партнерская, и все, что вы осуществляете, используя фантазии, вместо реального партнера, называется сексуальными суррогатами. Итак, сексуальные суррогаты – это генитальные формы половой жизни без физического участия партнера, и это заместительная форма половой жизни. Вот там вы на необитаемом острове живете, или у вас голова полна призраков, монстров и демонов, поэтому вы не в состоянии реализовать половой акт с женщиной или там с мужчиной, да, с каким-то партнером. Тогда вы придумываете такие формы половой активности, которые замещают вам потребность в партнерском сексе. Первым здесь являются полюции. Это непроизвольное всем извержение. Бывают ночные, бывают дневные полюции, бывают адекватные, да. Например, увидел какую-то картину по телевизору, там, по экрану голубому, да, или там вообразил, или девушка мимо красивой шла, и вы внезапно испытали полюцию, да. Бывают неадекватные, например, при смехе, плаче, испуге, какой-то резкой адреналиновой реакции. Полюции бывают в состоянии сна и являются формой саморегуляции полового возбуждения и полового влечения. Возникают у юношей при отказе от мастурбации, и при партнерской активности они отсутствуют. Мастурбация – это достижение оргазма путем раздражения собственных эрогенных зон без участия партнера. Является способом познания собственных сексуальных возможностей и потребностей на эротическом этапе формирования полового влечения во время психосексуального развития у юношей и девушек. Мастурбация является способом саморегуляции при высоком половом влечении, да, когда партнер не в состоянии столько дать, сколько требуется. А также ослабляет половые психическое напряжение, контролирует сексуальные импульсы, безопасно в отношении сексуальных экспериментов, да. То есть партнерам еще неизвестно, чем дело кончится, может тебе рот порвут, а может анус, да, а когда сам с собой, ты это регулируешь, и безопасна мастурбация в отношении инфекций, передаваемых половым путем. Мастурбация повышает степень уверенности при половом акте за счет обогащения опыта и за счет опыта фантазий, и за счет познания эрогенных зон снимает общий стресс, и может быть вариантом партнерского секса при взаимной мастурбации, при совместной мастурбации, и мастурбация может заканчиваться не обязательно проникающим, может заканчиваться вестибулярным половым актом, когда половой член трется наружные гениталии, либо межбедренным, либо интрамомарным между молочных желез, либо подмышечным койтусом, то есть кому как нравится. Виртуальный секс. Достижение сексуального удовлетворения мастурбаторным способом при общении с партнером через коммуникационное оборудование. Позволяет дать выход необычайным фантазиям без негативных последствий. Нет ограничений в выборе партнера. Абсолютно безопасно. Может быть использован как прелюдия к реальному сексу. То есть сначала с партнером вот так вот пообщались, а потом перешли к настоящему сексу. Или сначала в виртуальном чате пообщались, а потом перешли к сексу со своим половым партнером. Может быть предметом зависимости. Киберсекс. Это мастурбация перед монитором, где возбуждение происходит от созерцания эротики в сочетании с общением по интернету на тему секса. И часто оборудован с помощью различных приборов, которые передают ощущения у твоих виртуальных партнеров. Например, фалоимитатор с эффектом, когда там кто-то сжимает влагалище, а тебе передается. Или наоборот, а ты со своим фалоимитатором передаешь ощущения от своей скорости, глубину проникновения. А девушки, которые с каким-то юношей, который с мастурбатором в это время как бы сжимает свой член. То есть здесь оборудование у партнеров будет как бы комплементарное. У одного фалоимитатора, допустим, у другого мастурбатора будет у другого. Эротический видеочат. Участник может находиться в обнаженном виде и транслировать шоу. Да, зачем в парк ходить, зачем распахивать пальто и показывать свою эту полудухлую колбаску, когда можно все это сделать у себя дома в комфортной обстановке, никуда не спешить, не бояться, что тебя застукают, приведут в милицию и так далее. Эротический видеочат возможен в приватном чате, да, только с одним зрителем в виртуальной комнате. Возможно, в режиме замочной скважины, где ты подсматриваешь за кем-то, кто общается в видеочате. Следующий суррогат секса – это секс по телефону. Это плактная услуга, ее могут практиковать партнеры, а могут, разделенные расстоянием, да, могут практиковать незнакомые люди. Петинг – это достижение оргазма при раздражении эрогенных зон без соприкосновения гениталий. Может быть использован для прилюдий, бывает односторонний, двусторонний, гетеросексуальный, гомосексуальный, партнерский, групповой, какой хотите. Массажный салон – это вообще мое любимое, когда приходят партнеры, говорят, вы знаете, я работаю вахтенным методом, живу в Москве, у меня деревня там на Кавказе, там у меня там жена с пятью детьми или с тремя детьми, я к ним езжу раз в год на месяц, и у меня импотенция, вылечите меня, пожалуйста. Я говорю, а вот в течение года как вы здесь решаете этот вопрос? Ну, понимаете, вот не религия не позволяет находить себе вторую партнершу и там, там или проститутку или кого-то, но зато вот я вот именно деваться мне куда-то надо, поэтому я хожу в массажный салон, где вот девушки имитируют, имитируют массаж, на самом деле они имитируют мастурбаторную активность и доводят меня до оргазма. А там получается, там все отлично получается. Он подсел на вот этот вот мастурбаторный вид секса в эротическом салоне, да, где ему ничего не надо делать, где она сама ему все сделала. Там он занимается тем, что созерцает собственные фантазии без учета реакции партнера. Конечно, это легче, конечно, это проще. Вот, и там все направлено на то, чтобы довести его до эрекции, удержать его в возбуждении, привести его к оргазму. Жена, конечно, не сравнится, да, с опытом этих девушек, которые работают в массажном салоне. Поэтому, когда мужчина приезжает к жене, то его сексуальное влечение за год заточенное на фантазию, да, он должен сконцентрироваться на фантазии в тот момент, когда девушка там что-то ему манипулирует с гениталиями. Вот, и в этот самый момент он включается в возбуждение. Он приезжает к жене, там этого, конечно же, нет. Там надо сексуальное влечение быстро перестроить на объекты, и там у него как бы фиаско. Так вот, массажный салон – это тоже суррогат секса, не обманывайте себя. Он включает петинговую форму активности, где пассивный партнер, подвергающийся настойчивой стимуляции, переживающий оргазм, больше вовлечен в петинг, чем массажист. Массажист, обслуживающий персонал в данном случае. Здесь у нас что? Самоутверждение, средство повышения собственной самооценки, способ провести время и снять стресс, и реализация сексуальных интересов. Также это форма социализации при неудачных попытках начать половую жизнь. Это форма притворения в жизни своих эротических фантазий. Массажный салон, ну, хорош тем, что он исключает персональное общение с массажистом, и снимает вероятность заражения инфекциями, передаваемым половым путем. При реальной встрече партнеры стесняются, боятся реализовать свои какие-то фантазии, боятся отказов, поэтому массажные салоны в данном случае идеально им подходят. Но не забывайте о том, что некоторые формы активности даже при массажном салоне могут служить передачей таких инфекций, как сифилинс, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес, контагиозный моллюск. Поэтому умейте в виду, что это тоже может быть опасно. Ну и половое влечение, безусловно, ослабляется. И для того, чтобы его перенастроить, нужна, конечно, помощь сексолога. С этим жду всех к себе на проем. Всех люблю, всем пока!